Будущие инженеры или врачи, учителя, быть может, журналисты. Эти ребята пока стоят перед выбором будущей профессии. Они еще школьники, но уже активно интересуются разными направлениями деятельности. Потому предстоящая экскурсия на Щелковское телевидение вызвала особый интерес. Выпала возможность, я решила, что да, я хочу, это меня прям заинтересовало. Далеко не первый раз руководство и сотрудники телерадиокомпании делятся со школьниками своим опытом, рассказывают о профессии трудовых буднях журналистов. И вновь редакция Щелковского телевидения совместно с Комитетом по образованию организовала экскурсию по эфирному комплексу. В начале программы показ фильма про нас, 30-летнюю историю Щелковского телевидения, а затем знакомство с телевизионными профессиями и специализациями. Ведущего новостных и развлекательных программ, редактора новостей, корреспондента, видеомонтажера и телеоператора, режиссера эфира. Как организована работа корреспондента, на что обращают внимание, когда им дают задания, что они должны делать? Очень важно, что, хотя работают на сюжет, корреспондент с оператором, они всегда работают в команде. Для каждого представителя профессии для телевидения существует свой след правил. И что в итоге выйдет в эфир, зависит от целой команды людей, которые на всех этапах создания телепрограмм, фильмов, сюжетов и роликов должны работать как единый механизм. Гости не только смогли понаблюдать со стороны за этим сложным, ответственным и одновременно творческим процессом, но и попробовать себя в разных ролях. Прочитать и записать закадровый текст в аудиокомнате, взять в руки камеру, сесть в кресло ведущего. Продолжение – это тот, кто ведет выпуск новостей, то есть читает подводки к сюжетам, которые дальше зритель смотрит. В учреждении состоялся спортивный праздник «Коргия эстафета». Свои спортивные навыки и знания получили нового, как обыжение демонстрировали ученики гимназии номер 2. Щелковские спасатели вместе со своим талисманом Марусей и ее четверомогими друзьями стали специальными гостями. Неожиданно то, что здесь настолько все сложно, и то, что на студии все здесь так продумано. Роль ведущего или человека, озвучивающего те или иные репортажи или закадывая голос – все вот это мне очень было приятно и интересно. Быть может, кто-то из них в будущем решится связать судьбу с медиаиндустрией, стать журналистом, телеоператором или видеомонтажером. А сейчас самое важное – получение эмоций и приятные впечатления от знакомства с производством телепрограмм. Эту экскурсию, как признали сами школьники, они запомнят надолго. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.